Приветствую вас на канале про доспехи. В этом видео я буду делать накладные усиления для латных рук. Источником вдохновения для их создания служила на надгробие рыцаря фон Вальдбургцайля, который жил в начале и середине 15 века. Германские земли в средние века входят в состав так называемой Священной Римской империи Германской нации. Это было объединение феодальных владений, связанных весьма ограниченной властью выборного императора. В период правления Фридриха III с 1440 по 1493 года империю потрясали бесконечные войны князей, крестьянские мятежи и агрессия соседних держав. На дорогах Германии бесчистуют раубриттеры, рыцари-разбойники. В общем, время постоянных военных действий, а значит расцвет развития оборонительного и наступательного оружия. Основным действующим лицом феодальной войны был рыцарь. К счастью для историков и реконструкторов уже в эпоху крестовых походов появилась замечательная традиция увековечивать память усопшего рыцаря над гробием, где покойный изображался в полном вооружении. Мода на форму доспехов довольно быстро менялась. Оружейники в тесном контакте с воинами непрерывно совершенствовали конструкцию защитного снаряжения. Правда, следует помнить, что доспехи на надгробии далеко не всегда совпадают по времени с годом смерти заказчика. Иногда мастер работал еще при жизни рыцаря, и надгробие могло ждать своего часа десятилетиями. Или наоборот, надгробие создали уже после смерти заказчика. Мастер детально воспроизвел не доспехи покойного, а новый, предоставленный наследниками комплект. Ну а че, не хоронить же дедулю в старых железяках. Лучше загубенить ему новый, стильный молодежный доспешек. Ему бы точно понравилось. Ну да ладно. В церкви святого Петра в Бад Вальдзее, что в немецкой земле Вюртенберг, находится великолепное бронзовое надгробие рыцаря Георга и славного рода фон Вальдбургов. Родовое древо Вальдбургов весьма развесисто. Известны три основные его ветви. Также в Вальдбурге имели право на наследственный титул «Трукзес» аналог французского «Сенешаль», то есть «Монарший наместник». Умер Георг Первый фон Вальдбург в 1467 году. Его очень часто путают со знаменитым потомком тоже Георгом, жившим с 1488 по 1531 год, который прославился подавлением кристалл мятежей и жил уже в эпоху максимилиановских доспехов. Еще был у Георга Первого сын Георг Второй, живший с 1428 по 1482 год. Какие доспехи носил этот персонаж, мы точно не знаем. Да, Георгов было множество. Популярный Святой Георгий считался покровителем воинов. Для рыцаря – лучшее имя. Поэтому особым разнообразием имен эта семья не блистала. Такое впечатление, что родись бы девочка, то ее тоже назвали бы Георгом и она тоже бы стала суровым Раубриттером. Конечно же это жутко. А вот Георг фон Вальдбург Цаль, живший с 1396 по 1467 года, принадлежал другой ветви знаменитого рода. Он был сыном Йохана фон Вальдбург Цутраухбурга и Елизаветы фон Монфорт. Его надгробие каменное. И хотя умер этот Георг в один год с тезкой, Георгом Первым, но хоть догадались пронумеровать, доспехи на надгробиях очень разные. В чем же дело? В середине и второй половине 15 века в Германии был период взаимодействия двух школ доспешного искусства – итальянской и местной немецкой. Старшей и долгое время ведущей была именно итальянской. Итальянский вариант доспеха закрывал практически всю поверхность тела крупными округлыми гладкими стальными пластинами. Основной отличительной чертой доспехов этого стиля является округлая кераса, передняя и задняя часть которой состоят из двух крупных сегментов, а также широкие наплечники с крупными бортами для отражения копья. Причем левый наплечник особенно массивный и защита предплечья и плеча составляют одну деталь. Примером такого итальянского доспеха может служить комплект семьи фон Маджи. Германские оружейники со временем позволили совершить качественный прорыв в производстве доспехов. Вспомним латные ожерелья, появившиеся в Германии, усиление поверхности лат сериями параллельных граней и т.д. Кроме того, германский доспех вобрал в себя и часть лучших технических особенностей итальянской школы. Наручный доспех в германской оружейной школе, состоявший из наручей, налокотников и плечевых щитков, собирались воедино посредством шнуровки к изнаночным несущим ремням. Итальянская школа яготела к шарнирному соединению. Как раз такой вариант я сейчас сделаю. Но в качестве налокотников немецкие мастера использовали крупные раковинообразные пластины, напоминающие накладные усиления для итальянских налокотников того же периода. Доспех Георга фон Вальдбургцайля, изображенный на надгробии, совмещает в себе черты итальянского и немецкого типов. Несимметричные наплечники с более крупной левой частью в комплекте с резкими готическими линиями керасы составляют очень узнаваемое защитное снаряжение 60-70-х годов XV века. Георг изображен по традиции с непокрытой головой. Прическа похожая на современные дреды, на самом деле модные в тот период локоны волос. На щите фон Вальдбургов золотое поле и три черных льва. Правда раскраска надгробия не сохранилась. У одного из шлемов у ног рыцаря гребень из павлиньих перьев, собранных в плюмаж. Боевой шлем рыцаря в данном случае это салет. По немецки он назывался шалет. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok На этом спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео